Для Евгении Костояковой эти состязания, вероятно, можно считать самыми серьезными из всех пройденных прежде, и более того, самыми успешными. Женя сразилась с именитым шахматистом планеты, трехкратным чемпионом мира Анатолием Карповым. Партия завершилась в ничью. Я очень обрадовалась, что будет игра. Я не рассчитывала ни на ничью, я была сама в шоке, что я выигрываю эту пешку. Я не стала играть на выигрыш, побоялась, думаю, ничья, трехкратный чемпион мира, это тоже очень хорошо. Возможность сыграть с международным гроссмейстером ребятам предоставила Сибирская угольно-энергетическая компания. На турнир, посвященный 15-летию СУЭК, съехались юные шахматисты из шести шахтерских субъектов страны. Кемеровской области, Красноярского, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев и Хакасии. Лидеру нашей сборной Степану только лишь 9 лет, однако за плечами школьника уже немало успешных партий. К примеру, победа в первенстве Сибири по шахматам. Сегодняшнее состязание пополнили спортивную копилку подростка очередной наградой. Степа удостоен приза, как самый юный участник турнира и за третье место в индивидуальном зачете лидеров команд. Вот бы почаще проводились такие соревнования. Было бы очень хорошо приезжать сюда или в другие города, чтобы посоревноваться в таких вот турнирах. Радостно, конечно, потому что хотя бы третье место взяла команда. Заместитель директора СУЭК Вадим Зарудный от лица гендиректора компании Владимира Рашевского поздравил победителей и призеров с успешным завершением игр. Ребятам из Хакасии вручил бронзовые награды, соседям красноярцам – серебро. Золото же досталось сборной из города Бородино Красноярского края. Организаторы турнира и участники выразили надежду на то, что в будущем такие встречи станут традиционными для шахтерских городов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова